Малина – желтый гигант. Говоря о малине, 90% людей представляют ягоды насыщенного красного или розового цвета, но сорт желтый гигант отличается насыщенным медовым оттенком и крупными размерами спелых плодов. Этот сорт относится к ремонтантным видам, что позволяет уже с первого года жизни куста получить способные к плодоношению побеги. Для успешного выращивания ягоды на своих участках садоводы должны учитывать особенности, которыми обладает малина – желтый гигант. Особенности и характеристики сорта малины. Вкусный, необычный малина – желтый гигант и подробное описание сорта с особенностями помогут садоводам получить качественный урожай. Избежать болезней кустарника, вызванных недостатком питательных веществ или вредителями. Этот сорт считается ремонтантным, разводится в питомниках, поэтому за различными характеристиками, вкусовые качества, приживаемость, заболевания следят специалисты. Крупная ягода – отличительная черта ремонтантных сортов. Каждый куст представляет собой мощное образование, ветви которого достигают при правильном уходе высоты 1,72 метра. Важно учитывать, кусты будут раскидистыми. Корневая система растения мощная от проски активно формируется. Новых молодых побегов образуется за сезон до 10 штук. Также малина – золотой гигант отличается мощными стеблями. Их основные характеристики – упругость, мощность, насыщенный темно-зеленый цвет. Сами стебли толстые, рассчитанные на то, чтобы выдерживать вес урожая. Листовые пластинки также мощные, гофрированные. Основная особенность плодовых веток – несмотря на то, что они средние по длине, на каждой из них формируется и возревает большое количество ягод малины. Малина – ремонтантная желтый гигант отличается размером спелой ягоды, она крупная, достигает массы в 7-8 грамм. Форма коническая, округлая. Цвет желтый янтарный, насыщенный. Костянки практически не видны. Вкусовые качества – сладкий аромат, сильный, душистый, также сладкий послевкусие, насыщенный. Желтый гигант, поскольку является ремонтантным сортом, обладает высокой продуктивностью. Если производить правильный уход, то с каждого куста можно за сезон собрать в среднем 4 килограмма спелых ягод. Рекомендуемый срок сбора плодов – конец июля-август. Для средней полосы первые ягоды начинают появляться в первых числах июля. В южных регионах страны период плодоношения длительный, там малину этого вида можно собирать до первых чисел сентября. Сорт является морозоустойчивым, поскольку имеет хорошо сформированную, сильную и развитую корневую систему. Специальных условий для посадки и развития малиновых кустов не требуется. Устойчивость к морозам у растений хорошая, но для дополнительной защиты и в целях обеспечения оптимальных условий в случае выпадения. Большого количества снега рекомендуется пригибать ветви к земле на зиму. Насыщенный и необычный цвет может быть светлым или с оранжевыми оттенками относительно воздействия вредителей. Сорт более устойчив к их влиянию, чем стандартные красные разновидности, включая ремонтантные кусты. Не поражают малиновые посадки такие насекомые, как малины, клещ или долгоносик. Простые действия по уходу позволят не вспоминать о вредителях на протяжении всего сезона. Для этой цели необходимо регулярно проводить работы по рыхлению почвы под кустами и рядом подкармливать и обрезать лишние ветви. При необходимости проводится подвязка кустарников, которая помогает создавать привлекательный облик посадкам. Особенности по уходу Особый подход к уходу за малиной сорта «Желтый гигант» связан с профилактикой болезней вредителей. Необходимо обработать кусты карбофосом или иным подобным составом, чтобы гарантированно избежать заболеваний. Внимание! Обработка должна быть произведена только после сбора всего урожая, то есть при подготовке растения к зиме. Если этого сделать не удалось, то перед первым цветением малины, во время весенней подготовки к сезону плодоношения, болезней можно избежать, также проведя правильно посадку кустарников и соблюдая нормы по поливу. Необходимо помнить, что малиновые кусты «Желтого гиганта» могут заболеть, если полив был произведен слишком холодной водой. Также не нужно заливать кустарник. Рекомендуется своевременно убирать из почвы личинки вредителей. Относительно высадки важно помнить, этот сорт рекомендуется высаживать осенью или весной, как и любые другие сорта малины. Если выбрана осенняя посадка, то такой метод позволит кусту хорошо укорениться, а также уже в этом году насытиться питательными веществами, которые имеются в плодородном слой почвы. В этом случае первый урожай можно будет собирать с кустов июля или августе следующего года. Высаженные кусты дают урожай уже на следующий год. Если саженцы для посадки приобретаются осенью, то следует обратить внимание на такой показатель, как наличие завязей или спелых ягод, так как это гарантирует молодость и здоровье побега. Сразу после приобретения верхушку куста вместе с ягодами рекомендуют срезать подобное мероприятие, связанное с тем, что побег сможет быстрее и лучше укорениться на новом для себя участке земли. Важно учитывать, малина золотистый или желтый гигант требовательна к участку для высадки. Рекомендуется выбирать для кустарника открытое пространство с большим количеством солнечного света. Также непосредственно перед посадкой саженца в землю нужно подготовить, перекопать, избавиться от сорной травы, удобрить и палить. Универсальные виды удобрения, которые рекомендуется вносить в землю, если выбран именно этот сорт ремонтантной малины, навоз и зола. Преимущества для кустарника Обеззараживание почвы Укрепление иммунитета растения К разнообразным болезням Дополнительное питание Молодых побегов Увеличение урожайности Рекомендуется привязывать кусты, для того чтобы их ветви сильно не разрастались. Для того чтобы было удобно производить высадку, рекомендуется натянуть шнур и продвигаться по нему, так как он является не только ориентиром, но и креплением, так как ветви обязательно придется подвязать. Поскольку кустарник крупноплодный и его ветви раскидистые, то саженцы должна быть посажены на расстоянии не менее чем 0,7 метра друг от друга. Междурядье не менее полутора метров. Оптимальная глубина грунта 40 сантиметров. Перед тем как поместить в лунку или борозду саженец, рекомендуется положить в нее торф или перегной в небольшом количестве. Если посадка произведена правильно, имеется удобрение под кустарниками, то в уходе за малиной сорта «Желтый гигант» не потребуется сложных действий. Садовод должен выполнять на регулярной основе такие виды работ в саду, как пропук и полив. Внесение удобрения потребуется один или два раза за сезон. Внесение удобрений помогает увеличить урожайность и размер спелой ягоды. Малина ремонтантная гигант, красная, желтая, чувствительна к поливу. Запрещено допускать застой воды или заболоченность участка, где располагаются кусты. Также нельзя, чтобы почва была слишком сухой. В любом из этих случаев пострадает урожайность, ягода будет менее сладкой и значительно уменьшится в размерах. Подкормка производится весной и осенью. Обрезка также два раза в год. Для улучшения или повышения урожайности можно внести в почву такие виды удобрений на выбор, как мочевина, нитрофоская, амафоска. Вещества вносятся из расчета на одну сотку, в среднем 5 килограмм. Нужно помнить, вносить удобрения следует в борозду, но не под сам куст, чтобы не сжечь его. Регулярная и качественная пропука обеспечивает не только эстетически привлекательный облик, но и увеличит урожайность, так как все полезные вещества будут поступать сразу в куст. Регулярное рыхление почвы и участка земли рядом с кустарником обеспечивает достаточно качественный притоп кислорода, который насыщает малину необходимыми ей для развития и созревания питательными веществами. Правильный уход гарантирует, что растение будет сильным и здоровым. Подготовка к зиме является важной частью ухода за малиновыми кустами. Малина оранжевый или желтый гигант должна быть полностью освобождена от шпалеры. Если ветви были к ней привязаны, затем их нужно пригнуть к земле, чтобы кусты не сломались под тяжестью снега, а также были хорошо защищены от негативного влияния мороза. Иногда рекомендуется провести обрезку до уровня земли. Это нужно для того, чтобы избежать развития болезней и вредителей. Если все советы и рекомендации будут соблюдены и выполнены в точности, то плодоносить кусты будут не менее 10 лет. Ремонтантная малина разовый или желтый гигант способна дать гигантский урожай как по количеству ягодой, так и по качеству очень незначительное ее количество является непригодным для использования. Сортовой особенностью является хорошая сохранность урожая после сбора. Этот тип ягоды подходит для зимних заготовок любого типа. Быстрое созревание также является сортовой особенностью, поэтому его очень любят садоводы. Малина великан хорошо смотрится на ветках, поэтому является полноценным украшением для сада. Приятный желтоватый цвет созревшей ягоды определяет ее насыщенный вкус и аромат. После того, как кустарникам будет больше 10 лет, рекомендуется обновить малинник, так как ягоды значительно уменьшаются в размерах. Теряя сортовой вид и все особые черты. Видео.